Я очень рад всех приветствовать. Я очень рад быть на этом месте. Я верю, что Бог сегодня будет сильно действовать. Аминь. Главное, что Бог будет действовать? Писание говорит, славьте Господа. Поэтому давайте его прославим очень сильно. Поэтому давайте его прославим очень сильно. Писание говорит, славьте Господь, у которого Господь есть Бог. Писание говорит, славьте Господь, у которого Господь говорит, славьте Господь. Писание говорит, славьте Господь, это значит, мы будем иметь все, что нам Бог обещал. Селик, это значит, мы будем иметь все, что Бог обещал, и нам не будет от этого плохо. Есть только условия. Мы должны исполнять все в точности. Мы должны все genau erfüllen, как хочет Бог. Поэтому сегодня тема нашей проповеди, исполни закон в точности. Если Бог что-то говорит, исполни это точно так, как Он сказал. В книге Откровения написано, не прибавляй к этому ничего и не убавляй от этого ничего. Вы знаете, я верю, что Бог исцеляет. Разрушает всякое проклятие. Бог обогащает. И я даже не пытаюсь понять, как это происходит. Самое главное для меня, это понять, что Бог хочет от меня лично. Я бы хотел, чтобы мы сегодня попросили Бога и Духа Святого, чтобы Он нас направил, чтобы мы правильно слышали Его голос. Поэтому давайте помолимся еще некоторое время. Аллилуйя, Отец, спасибо Тебе, мы благодарим Тебя и благословляем. И я прошу Тебя, Дух Святой, благослови нас сегодня, чтобы мы слышали голос Твой. Дай нам, Боже, понять Тебя. Бог, пусть сегодня наши уши будут открыты, чтобы принимать, чтобы мы могли в точности исполнить все, что Ты хочешь сказать нам. Аллилуйя, спасибо Тебе. Благодарим Тебя. Аминь. И я немножко помолюсь для себя еще, хорошо. Отец, я прошу Тебя, благослови меня, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы я был ведом Твоим Духом, Господь, чтобы я мог исполнить Твое Слово в точности так, как Ты хочешь от меня. Не от Себя, Боже, я служу сегодня, но от Тебя, Дух Святой. Поэтому я прошу Тебя, наполни меня еще больше. Во имя Иисуса Христа и наполни этих братьев и сестер моих, Господь, чтобы мы были в одном Духе. Вся слава только Тебе. Аминь. Я бы хотел начать с книги Иисуса Навина, с первой главы. Чем отличается верующий человек от неверующего, вы знаете? У верующего есть его документ, это Библия. У вас есть Библия? Поднимите ваши Библии. Аллилуйя, слава Богу. Если у кого-то еще нет Библии, то надо обеспечить себя Библией, чтобы мы могли знать Слово Божие. Потому что без знания Слова мы ничто. Мы должны знать свои обязанности и свои права. Аминь. Люди обычно хотят знать только права. Что я хочу, что мне можно. Что я хочу, что мне можно. Но мы больше должны знать свои обязанности. Но мы должны знать свои обязанности. И у христиан есть самая главная обязанность. И у христиан есть самая главная обязанность. Это чтить своего Бога. В Малахе он говорит, если я ваш отец, где почтение ко мне. Если мы называем его отцом, мы должны чтить своего Бога. И мы должны больше проводить с ним время. Поэтому наше место воскресенье здесь, на этом месте. В теле Христовом. В церкви. В семье Божией. Среди братьев и сестер. Так сказал Бог. Он желает, чтобы мы были вместе. Аминь. Поэтому читайте Библию. Итак. Иисуса Навина, первая глава, с восьмого стиха. Иисуса 1, 8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Бог говорит, чтобы ты был успешен, тебе нужно исполнять все в точности. Чтобы ты мог поступать благоразумно, тебе необходимо исполнять все в точности. И нам иногда кажется, что Бог для чего-то говорит, а мы будем поступать так, как мы хотим. Мы думаем, ну, ничего страшного, если я чуть-чуть сделаю не так. Ничего страшного. Просто ты что-то не получишь. У тебя не будет благоразумия. У тебя не будет успеха. У тебя не будет победы. У тебя не будет исцеления. Ты не будешь в славе Божьей. Ничего страшного. Но лучше, когда ты исполнишь так, как хочет Бог. Чтобы быть в славе, в благословении, в исцелении. Амин. Аллилуйя. Ты хочешь быть в благословении. Аллилуйя. Поэтому старайся, старайся исполнить все так, как говорит Господь. Вы знаете, я хочу рассказать некоторые свидетельства. Я кому-то уже говорил, но сегодня скажу еще раз. Я хочу сказать, но я буду это повторять. Это самое памятное свидетельство в моей жизни, потому что это было начало моего служения. Это свидетельство, которое мне besonders в память, потому что это начало моего служения. И когда я только начал служить Богу, у моих близких друзей заболел ребенок. И у него гноилась кость в ноге. И врачи сказали, что необходимо ампутировать ногу. И врачи сказали, что это необходимо, это бином ампутировать. И ребенок, он был всего лишь 7 лет, ему было. Это ребенок было 7 лет. И мы пришли в больницу, в поликлинику, чтобы проведать его. Мы пришли в больницу, чтобы его посетить. И тогда я спросил его маму, я говорю, веришь ли ты, что Бог может исцелить твоего сына? Она махнула рукой и сказала, я не верю. Я только начинал тогда учить Библию. Но я вспомнил место из Библии, где всех людей выгнали из дома, которые не верили в исцеление. И после того, как помолились за больного, он получил исцеление. Я не знал, как это делать правильно. Но я сказал, выйди из палаты. И я остался, я и ребенок. И я был 7 лет. И я ему рассказал Евангелие, что Иисус умер за него. И он может тебя исцелить. И он может тебя исцелить, если ты в это поверишь. Я за него помолился. И мы ушли. Прошло некоторое время, и эти люди пригласили нас в гости. Я шел туда и сильно переживал, потому что я думал, что у ребенка нет ноги. Но моя радость была такой большой, когда я увидел, что ребенок на двух ногах. А потом его мама, она каялась и просила прощения, за то, что она не верила Богу. И тогда она была бусы, и она была бы уехать, и она была бы уехать, потому что она не верила Богу. С того времени прошло где-то около 20 лет. И он сегодня большой парень. Он закончил университет. И у него все в порядке. И у него все в порядке. Аллилуйя. Можно воздать Богу славу за чудное исцеление. Аллилуйя. Я не знаю, как Бог исцеляет. Я не врач. Я вообще не понимаю, как происходит исцеление. Я даже не знаю. Я даже не понимаю иногда, что врачи делают со мной, когда меня лечат. Но меня больше волнует не форма лечения, а какой итог будет после этого. Получу ли я благословение? Поэтому иногда Бог требует от нас каких-то вещей, которые мы не понимаем. Но если мы их будем исполнять, в точности, Бог обязательно благословит. Аминь. Вы знаете, я хочу рассказать еще одно. Хочу сказать, что после этого много было чудес исцелений в моей жизни. И они продолжаются по сей день. И до сих пор я задаю вопрос Богу только один. Бог, как лучше мне понять тебя? И следующее свидетельство, которое я хочу сказать, это было свидетельство финансовое. Я вообще вырос в очень большой семье и наша семья была бедная. Но Бог мне обещал, что я не буду бедным человеком. И что я буду богат. Dass я рейх sein werde. На всякое доброе дело. Für jedes gute werk. И я получил одно откровение, что я должен делать больше добрых дел. И однажды мы с женой решили кормить людей. У нас не было никаких спонсоров, у нас не было никаких партнеров. Мы не были партнеры, не спонсоры. Просто я, она. И мы взяли какие-то деньги и сварили какую-то еду и раздавали бедным людям. Einfach Sie и Дич. Мы купили какие-то спонсоры, и купили кормить людей. А потом через некоторое время к нам присоединились еще несколько человек в церкви. И если мы начинали кормить с 10-15 человек, то сегодня мы можем кормить за один раз 100 человек. Бог обеспечивает. Бог, я не знаю, откуда, но деньги откуда-то берутся. Я не знаю, откуда, но деньги откуда-то берутся. Находятся какие-то люди, которые помогают нам. Поэтому мы должны делать просто то, что Бог хочет от нас. И тогда вот эти финансовые потоки, они будут проходить через тебя. И Бог говорит, ты будешь питаться от этих потоков тоже. Это не значит, что Бог даст деньги, чтобы ты их себе отдал. Это не значит, что Бог передать границ, чтобы ты это все вертилил. С тем, чем Бог тебя обеспечит, ты сможешь этим пользоваться. Аминь. Я говорю так, что если будешь молиться за больных людей, ты сможешь этим пользоваться. Аминь. Ты сам получишь свободу и получишь исцеление. Аминь. Аллилуйя. И вы знаете, когда я увидел, что в моей жизни есть прогресс и что я возрастаю, на одной из конференций Бог побудил меня принести большую жертву. Но у меня при себе не было ни копейки. Но у меня была большая вера. И у меня было слово от Бога. На одном служении апостол Альварес из Панамы он подошел ко мне и сказал, ты больше ни в чем не будешь нуждаться. Сидело много людей, но подошел он только ко мне и сказал эти слова. И потом, в моей жизни было это решение, принести большую жертву. И я захотел поверить, что я не бедный человек. И в прошлом году, когда здесь был Пастор Йенс, он тоже в моей жизни высвободил слово, что вокруг меня будут люди, которые будут программы церкви, которые мы делаем, они будут спонсировать эти программы. И он также в меня предоставил, что программы или у меня будут люди, которые просто спонсировали. Вы знаете, когда я услышал эти слова, я понял, что я должен что-то сделать. И вот когда я был на конференции, я услышал слово, что кто может принести большую жертву. Это было в Украине. И там была сказана сумма тысячи долларов. Это большие деньги для нас. И когда я услышал тысячу долларов, я понял, это не для меня. И когда я услышал тысячу долларов, это не для меня. Потому что я мог, моей веры хватало только на 500 долларов. И когда я вышел вперед, еще не приглашали жертвовать. Но я вышел вперед и ожидал, что скажут 500 долларов. И у меня не было 500 долларов. И дома их не было. И я даже не могла их в банке взять. Я просто верил, что я могу их в банке взять. Но я верил так, что Бог обеспечит меня. И опять сказали, кто может принести тысячу долларов. И какие-то люди выходили, которые приняли, ну, они несли эту жертву. И я думаю, Бог, но я же сегодня откликнулся на твой призыв, чтобы принести эти 500 долларов. И тогда служитель говорит, но здесь есть человек, который хочет принести 500 долларов. И Бог ему сказал, я побежал бегом и взял бумажку и просто написал 500 долларов и указал свой телефон. И потом, когда я был дома, я пошел в банк, взял деньги и отправил. И вы знаете, я понял, что я преодолел какой-то новый уровень в своей жизни. Если Бог проговорил в мою жизнь принести эту жертву, я ее принес. Иногда Бог будет обращаться к тебе и исполнить, просить то, что, по твоему мнению, ты, кажется, не можешь это исполнить. Но поверьте, Бог, Он Отец. Аминь. Когда мы просим наших детей что-то сделать, мы знаем точно, что они способны на это. Мы знаем, что они готовы. Поэтому Бог знает тебя. И если ты еще не веришь в себе, поверь Богу. Поверь тому, кто может обеспечить тебя. Поверь тому, кто может исцелить тебя. Поверь тому, кто может сделать такое, что невероятное, что ты не можешь сделать. Аминь. Аминь. Поэтому доверяй Богу. Игорь, у тебя нету этих денег. Игорь, у тебя нету этих денег. Или я начал бы включать свою логику и размышлять, зачем мне отдалживать деньги в банке. Вы знаете, когда Бог хочет что-то дать, он не делает это из воздуха. Он просто перемещает. Он просто перемещает. Аминь. Аминь. Это не значит, что Бог заберет деньги у богатых. У праведных богатых он не заберет деньги. Аминь. А праведник это тот, кто слушает голос Божий. Кто готов исполнить его волю. Несмотря ни на что. Тротс allem. Аминь. Поэтому знай, что ты способен исполнить все, что Бог хочет от тебя. Если Бог это сказал. Ты способен. Тогда ты способен. Аминь. Аминь. Бог хочет этого. Бог хочет это. И вы знаете, я хочу сказать, что когда Иисус Навин, он настолько был посвящен своему пастору Моисею, что когда Моисей молился на горе, Иисус был рядом. Он сидел под горой и ожидал Моисея. Он сидел на горе и ожидал Моисея. Моисей 40 дней молился. Моисея 40 дней молился. Общался с Богом. Иисус Навин ждал. И Иисус, Он не говорил себе, почему Моисей не возвращается. Он не говорил, почему он оставил меня, не взял с собой. Он просто знал, что нужно ожидать. Аминь. Аминь. Также здесь в Библии написано, ну, я не будем, я просто скажу смысл общий. Когда Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. И потом Моисей возвращался в Стам, то он видел, что Иисус, сын Навин, не отлучался от Скинии. Когда Моисей возвращался, он видел, что Иисус, сын Навин, был в церкви. Кому потом было ему передать власть? Кому Моисей передал власть? Он передал власть Иисусу Навину. И он передал власть Иисусу Навину. Аминь. Тому, кто был всегда рядом. Аминь. Ты хочешь иметь силу и власть и помазание? Ты хочешь иметь? Ты хочешь иметь? Ты хочешь иметь? Скажи Аллилуйя! И скажи Аллилуйя! Не отлучайся от церкви, не отлучайся от своего пастора, не отлучайся от своего Бога. Аминь. И ты будешь иметь власть и ты будешь иметь власть изгонять бесов и исцелять больных и я скажу больше, воскрешать мертвых. Я уже молился за мертвых. Я имею опыт молитвы за мертвых. Я имею опыт для Тоти за людей, которые умерли. И я не боюсь этого. И я не боюсь этого. Я говорю, что если они еще не встали, если они еще не воскресли, я буду продолжать молиться, я буду продолжать молиться, пока кто-то из них не встанет, потому что так не сказал Бог. Он не сказал мне молись и все будут вставать. Он сказал просто молись за мертвых, чтобы они воскресли, damit sie офферстили. Он мне не сказал молись за больных и все исцелятся. Он мне сказал просто молись за больных. Он мне не сказал, что каждая моя жертва будет увеличена. Он сказал просто жертвой. Он мне не сказал, что если ты каждую десятину будешь приносить и каждый день я тебе буду увеличивать ее. Он мне сказал просто исполни мой закон в точности. Не надо бояться. Если ты будешь исполнять в точности Божий закон, ты обязательно получишь благословение. А если ты не будешь исполнять, то к тебе может прийти проблема. И я хочу вам прочитать это число 20 глава. Здесь история о Моисее. Число 20 глава. Может быть у вас в другом месте, но здесь идет история о Моисее, когда народ искал воды и Моисей подошел к скале и ударил по скале и пошла вода. Вы читали эту историю? Кто-то читал эту историю? Аллелуя. Не стесняйтесь. А что вы стесняетесь? Если ты стеснял эту историю, говори, аминь и поднимай руку. Ты читал эту историю? Мы не должны бояться. Вы знаете, христиане должны жить так, чтобы все видели, что мы христиане. Мы должны славить Бога так, чтобы все слышали, что мы христиане. Мы должны жертвовать так, чтобы все видели, что мы христиане. Все должны видеть, что мы дети Божьи. вы дети Божьи я не знаю кто я я хочу чтобы ты знал ты Божье создание Божий ребенок и твой папа это Бог и когда у тебя проблема он придет и разберется Писание говорит он сокрушит всех твоих врагов он не боится у тебя есть папа мой сын ничего не боится он знает что придет его папа он будет зеркнувшить зубы врагов все он не боится он знает что у него есть папа и у нас есть папа когда ты с ним имеешь дружбу он защитит тебя от врага твоего и когда пойдешь в долину тени смертной не бойся твой папа с тобой аминь он с тобой поэтому закричи громко поэтому закричи громко закричи громко шричи громко халлелуйя как кричит тысяча человек Писание говорит 42 глава Исайя. Господь выйдет, как из Полин, как муж браний, возбудит ревность, вас зовет, и поднимет воинский крик, и покажет себя, сильным, против врагов своих, Господь поднимет воинский крик, давайте поднимем сейчас воинский крик, закричь громко, халлелуя, 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 кто там может сказать, что-то с ним головой, вы знаете, когда я кричу, я знаю, что я в победе, когда я кричу, я знаю, что бесы будут убегать, я хочу рассказать одну маленькую историю, и я хочу рассказать одну маленькую историю, однажды на одном служении, на служении пришел колдун, и человеку, который проповедовал, он начал говорить, что я могу сейчас заколдовать тебя, и вы знаете, что делал пастор, он сильно закричал, халлелуя, он закричал на языках, и сказал, Бог дал мне власть, и я сейчас связываю того духа, который в тебе, и я изгоняю вон во имя Иисуса, он не сказал, аааа, я боюсь, он сказал, я имею власть, и он использовал эту власть, и он использовал эту власть, с криком, как воин, и бесы убежали, вместе с колдуном, нам нужно проявлять власть, потому что мы дети Божьи, Писание говорит, что Иисус говорил, как власть имеющий, почему он так делал, он точно знал, что он делает, он все исполнил точно так, как сказал ему Отец, и даже когда было трудно ему, он молился в саду, и просил, что пусть меня сия чаша, но в конце он сказал, да будет воля твоя Отец, как бы тебе трудно не было, как бы тяжело тебе не казалось, и тогда ты увидишь победу в своей жизни, и тогда ты увидишь победу в своей жизни, Аллилуйя, и так на чем мы остановились, на Моисея, и пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню Син, в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребна там, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возраптал народ на Моисея, и сказал, о, если бы мы умерли, тогда и мы, когда умерли, братья наши, перед Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам, и скоту нашему, и для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья, и пошли Моисей и Аарон от народа ко входу Скини, собрание, и пали там на лица свои, и явилась им слава Господня. 4. Бух Моисе, капитал 20. И из-за того, и Сырны Исраиль, и все, когда они были вене, и въезде в iconо, и первый год, в межр altijd звонили в Кадеш, и Мирьям скопали в отец, и глухли тут, и была там погребена. И не могла не было водо, потому что они нарисовали, и они собрали, и ищут с Моисей, и царе, и в межраде, если верны, как наши брёны, их вернули, и взяли, и вернули, ищут в моемы, вы пришли, Вы знаете, все проблемы у людей от робота. От страха, от недоверия Богу, от недоверия Его Слову. Вы знаете, если Бог куда-то тебя выводит, даже в пустыню, поверь, Он обеспечит тебя. Он обеспечит тебя всем необходимым. Если, конечно, ты сам пойдешь, тогда я не знаю, но если ты пойдешь по воле Божией, Бог обеспечит. Аминь. И смотрите, что было дальше. Кому же обращаться как не к Богу? И они обратились к Богу и сказал Господь Моисею, возьми жезл и собери общество, ты и Арон, брат твой, и скажите в глазах их скале, она даст из себя воду. И как ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Арон народ к скале, и сказал он им, послушайте непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло множество воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Арону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед отчаями сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю вам. И сказал Моисею и Арон, И сказал Моисею и Арон, Бог сказал, скажи скале. Он говорит Моисею, скажи скале. Он сказал Моисею, скажи скале. Что сделал Моисею? Он ударил по скале. Это недоверие Богу. Это недоверие Его Слову. Вы знаете, такая малость. Вы знаете, такая маленькая. Всего лишь чуть-чуть. Усердие больше. Моисею и Арону, вместо Слова ударить. И уже что-то не так. И уже что-то не так. Бог, конечно, дал воду. Бог верен своему Слову. Но дальше он сказал, ты не войдешь в землю обетованную. Но он говорит, что вы не войдете в землю обетованную. Друзья мои, я хочу подчеркнуть, что мы должны делать точно так, как говорит Бог. Почему, почему Моисею ударил, а не сказал? Почему он ощущал на себе влияние народа? Он, наверное, стал нервничать. Он хотел как-то на них повлиять. Вы знаете, мы не должны влиять на людей. Вы знаете, мы не должны влиять на людей. Мы не должны переживать. Мы должны влиять на людей, когда мы делаем так, как Бог сказал. Мы должны влиять на людей, когда мы делаем так, как Бог сказал. Писание говорит, будьте письмом, читаемым и узнаваемым. Дисчrift sagt, sei denn brief, der gelesen und erkannt wird. Как мы можем спасти своих близких? Wie können wir unsere Несты retten? Только так, когда мы будем дома такие, какие мы рядом с Богом. Но так, когда мы будем дома такие, как мы рядом с Богом. Как мы можем спасти людей, которые с нами сотрудники наши на работе. Как мы можем спасти людей, которые с нами сотрудники наши на работе. Когда мы не будем скрывать, что мы верующие люди. Wenn wir es nicht verbergen, dass wir gläubige Menschen sind. Я уже говорил, но еще хочу сказать. Маленькое свидетельство. Когда я работал на фирме, я еще не был пастором, но на фирме не пило два человека алкоголь. Но в фирме waren два человека, которые не пили алкоголь. Это я и самый главный директор, гендиректор. Это я и главный директор, практически. И когда были какие-то праздники на фирме, меня вот так садили рядом с ним. Мы двое не пили. Мы так подружились. И так мы подружились. Потом я от водителя до Розда замдиректора. Я не скрывал, что я христианин. Сначала смеялись. Ну, я был водителем, все смеялись. А потом я стал начальник. И все боялись. Бог. Это Бог. Это Бог. Я просто исполнял то, что он мне говорит. И не важно, что думали люди обо мне. А Бог исполнил обещанное мне. Он говорит, я возьму ничего незначащее. И сделаю значащим. И я возьму немудрое. И посрамлю мудрецов. И я возьму слабое. И явлю свою силу. И я буду meine Kraft offenbaren. Это Бог сказал тебе. Скажи так, обо мне. Вот так, покажи. На себя. Скажи обо мне. Скажи, это я такой. Это я. Я сильный. Я сильный. Я имею силу. Я имею мудрость. Я имею значение. Я имею значение. Аминь. Только маленькое условие. Исполни. Но eine kleine bedingung. Все, что сказал Господь. Все, что сказал Господь. Как он хочет. Как он хочет. Что он хочет. Как он это видит. Как он это видит. Сделает точно так. Мах es genauso. Я знаю, что это трудно. Я знаю, что это трудно. Потому что ты очень мудрый человек. Потому что ты очень мудрый человек. Ты знаешь, как сделать лучше. Ты знаешь, как сделать лучше. Но Бог знает лучше тебя. Но Бог знает лучше тебя. Аминь. 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 Я очень часто вижу, как какие-то люди, они, может быть, не так видят, как я. И они делают не так, как я. Но если этот человек. Но если этот человек. Служитель Божий. Ein Дiener Gottes. И я стараюсь делать так, как он хочет. То есть, как он хочет. Если это мой Наставник. И он хочет именно так. И он хочет именно так. Не так, как я. Не так, как ему надо. Аминь. Аминь. И я после этого получаю благословение. И я после этого получаю благословение. Аминь. Все очень просто. Не надо быть выше, чем ты можешь быть, как написано в Писании. Не думайте о себе больше, чем вы есть. Не думайте о себе больше, чем вы есть. Но думайте по мере веры. Аминь. Какую веру ты имеешь? Аллилуйя. Вы знаете, для меня пастор, это самое главное. Вы знаете, для меня пастор, это самое главное. Когда я сам стал пастором. Als я selbst пастор geworden bin. Я понял. Что такое пастор. Что такое пастор. Потому что пока ты не пастор, ты не поймешь. Weil, solange ты kein пастор bist, wirst ты это не verstehen. Я не понимал раньше родителей. Я не понимал раньше родителей. Но когда я сам стал родителем. Но я стал больше понимать всех родителей. Аминь. Это другое состояние. Ты понимаешь ответственность. Ты verstehst die Verantwortung. Что тебе нужно заботиться о своих детях. Ты musst sorgen für deine Kinder. А когда ты ребенок, а тебе заботятся твои родители. Аминь. Поэтому будь детем Божьим. Просто делай так, как хочет Бог. Делай так, как хочет твой родитель. И ты будешь иметь благословение. И ты войдешь в землю обетованную. Аминь. Вы знаете, я напомню две личности из Библии. Это царь Саул. Который еще не был царем. Но Бог благословил его. Он был гesegnен. И он просто не исполнил то, что говорит Бог. И он просто не исполнил то, что говорит Бог. Там в первом царстве написано. Что он сделал не так точно, как Бог сказал ему. И он сказал за то, что ты так сделал не точно. Самуил сказал, Бог отверг твое царство. И он найдет себе царя по сердцу своему. И там был другой человек. И там был другой человек. Давид. Который говорил. Der gesagt hat. Всегда. Перед собой. Я видел Господа. Во sich. Я видел Господа. Аминь. Мы должны научиться всегда видеть перед собой Господа. И Бог поднял Давида из пастухов. Он сделал его царем Израиля. И из колена Давидова. Нам родился Иисус. Так написано в Библии. Аминь. Бог восхищен Давидом. Бог begeistert über Давид. Давид не был всегда правильным. Давид не был не immer richtig. Но у Давида было хорошее качество. Он умел каяться перед Богом. Он умел прославлять Бога. Он не смотрел ни на свою жену. Ни на людей. Ни своих подданных. Ни на свое войско. А танцевал перед Богом. Раздетым. Аминь. Он раздевался. И танцевал перед ним. Он танцевал и не стеснялся. Аминь. Вы помните эту историю, да? Вы читали это? Это было действительно так. Это было именно так. Кто-то смотрел на Давида и думал, ха-ха-ха. И у Давида было отношение с Богом. Давид hatte aber eine Beziehung с Богом. Аллилуйя. Представьте ваши дети. Когда бы они пришли и стали танцевать для вас. А вы бы сказали, ой, ты плохо одет, иди оденься хорошо. И они würden sagen, ой, ты bist schlecht angezogen, geht, сиди schön an. Я думаю, он бы больше для вас, ребенок ваш, не танцевал. Я думаю, я думаю, что ваш ребенок для вас не танцевал. Поэтому Бог не смотрит, как ты одет. Поэтому Бог смотрит на твое сердце. Он смотрит на твое внутреннее состояние. Он смотрит на твою веру. Аминь. Мы должны уметь искренне радоваться перед Богом. Когда нам хорошо. И когда нам плохо. Когда мы богаты. И когда мы бедные. Когда мы здоровы. И когда мы даже больные. Мы должны всегда благодарить Бога. За все благодарите Бога. Аминь. Бог смотрит на твою веру. Не тогда, когда тебе хорошо. Бог смотрит на твою веру. Тогда, когда тебе тяжело. Вера проверяется тогда, когда тяжело. Настоящие друзья проверяются тогда, когда тебе плохо становится. Поэтому отношение с Богом проверяется тогда, когда тебе тяжело. Насколько тогда твоя вера сильная. Насколько тогда ты сможешь исполнить волю Божию, когда тебе тяжело. Иисуса предали все. Иисус предали все. Все ученики ушли. Все юные были. Он остался один. Он остался один. И он прилежно молился. И он исполнил то, что сказал ему Бог. Ему тоже было тяжело. Ему тоже было тяжело. Он просто верил. Он просто верил. Но он исполнил. Но он исполнил. Поэтому он сегодня возле Бога. И Бог отдал ему всю власть. Почему? Просто он исполнил все точно так, как было сказано. Аминь. Поэтому будь готов исполнить все так, как говорит тебе Бог. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе. В 21 главе и 3 стих. В 21 стих. Три? Как? Три. 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 Один, два, три. Три. Чуть-чуть. И здесь написано. Симон Петр говорит ему. Иду ловить рыбу. Говорят ему. Идем мы с тобою. Пошли тот час, вошли в лодку. И не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им. Дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему. Нет. Он сказал им. Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Симон Петрус сприт с ними. Я пойду к ним. Они спрашивают с ним. Мы с тобой. Они спрашивают с ним. И в той ночи они не знали ничего. И они закинали и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Боже мой, какая мелочь. Это такая мелочь. Лево или право. Это так, что не маленькое. На право или налево. Это одно озеро или одно море. Рыба плавает, где хочет. Аминь. Здоровье, где хочешь. Финансы, где хочешь. Свобода, где хочешь. А Бог говорит по правую сторону. Но он говорит, что на правой стороне. Аминь. Бог указывает точное место. Бог указывает точное действие. Бог zeigt genauе действие. Только для того, чтобы ты уже не мог этого объема вытащить, как написано. Ты много будешь иметь. Аминь. Аминь. Всю ночь они ловили. И потом за одну минуту наловили много. Много раз забрасывали и ничего. А потом Бог сказал, туда нужно. Они забросили и вытащили много. Вот так бывает в жизни. Ты делаешь точно так же, как делают другие. Ты пытаешься принести такие же жертвы. Ты пытаешься также молиться. Ты пытаешься также молиться. Так же, как делают другие. Но Бог хочет от тебя что-то больше. Но Бог хочет от тебя что-то больше. Если кто-то пожертвовал 500 долларов. Бог от тебя хочет 500 тысяч. Бог хочет 500 тысяч. Аминь. Я не знаю, где Бог возьмет эти деньги. Но я знаю, если Бог мне так скажет. Я найду эти деньги. Я что-то продам. Я где-то одолжу. Но я принесу Богу именно ту жертву, которую Он хочет от меня. И я хочу делать то, что просит Бог от меня. Потому что после этого есть благословение. Исполнить волю Божью это благословение. Благословение, которое принесет тебе радость. Просто нужно сделать так, как хочет Бог. Все. Фердик. Сделай так, как хочет Бог. Аминь. Вы знаете, я вспомнил еще одно свидетельство. У нас была машина. Это было авто, которому было лет 35, наверное, или 40. Да, да. Старая машина, старая. И потом мы приносили много жертв. И Бог дал мне возможности. Мы купили машину чуть-чуть моложе. Которое было 15 лет. Ну, чудо не в этом. В том, что Бог побудил меня, одну машину благословить другого человека, другого пастора. И для меня это была большая жертва. Я бы мог продать эту машину себе. Что-то лучше купить, или для дома, или для детей, или для жены. Я бы просто увидел пастора, у которого есть дети, и который ездит на служение на велосипеде. И Бог побудил меня благословить машину. Я говорю жене, давай отдадим эту машину. И вы знаете, чем мне нравится моя жена? Она всегда говорит так, тебе Бог сказал. Она говорит, что Бог сказал, что у нее есть такая вера. И когда я приходил к ней и говорю, я хочу это сделать, что-то. Она говорит, если Бог сказал, делай. И вы знаете, всегда получается. Всегда получается. Аллилуйя. Поэтому я не остался потом в нищете. Бог потом меня еще благословил больше. И с каждой моей жертвой Бог меня благословляет больше и больше. И с каждой моей жертвой Бог меня благословляет больше и больше. Аминь. Просто я слушаю, что говорит Бог. Если Бог так говорит, надо так делать. Если Бог так говорит, надо так делать. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Итак, что же сказал Бог? Also, что же сказал Бог? А Бог сказал, в Матфея 28,19. И в Матфея 28,19, он сказал. Он сказал, идите научите все народы. Он сказал, идите научите все народы. 20 стих. Учай их соблюдать все, что я повелел вам. Учай их соблюдать все, что я повелел вам. Вот почему нам нужно читать Слово Божье. Чтобы мы могли научить других все то, что говорит нам Бог. Чтобы мы научили их верить. И самое главное, чтобы мы научили их спасению. Что Иисус умер на кресте. Чтобы мы имели жизнь вечную. И жизнь в радости. В благословении. В достатке. В область. Мы должны выйти из бедности. Мы должны выйти из болезней. Мы должны выйти из греха. Мы должны выйти из всякой зависимости. Чтобы войти в свободу. Поверьте мне, никогда человек не сможет освободиться, если он не оставит свою зависимость или свою привязанность. Вы знаете, у нас есть центр реабилитации нарко- и алкозависимых людей. Этот центр предназначен только для того, чтобы люди могли отделить себя от того общества, в котором они принимают наркотики или пьют алкоголь. И отделяя себя, они получают там свободу. Мы должны отделить себя от всякого греха. Нам нужно оставить грех. И прийти просто к Богу. И послушать, что Бог говорит. У нас есть наставники. У нас есть пастора. У вас есть пастора. Аминь. У меня есть люди, которых я учу. И у меня есть люди, от которых я учусь. Что-то я получаю от пастора Манфреда и Катарины. Что-то я получаю от своего епископа Андрея Тищенко. А что-то я получаю от Божьих генералов, когда смотрю их проповеди. Но есть что-то главное, что говорит мне еще Бог. Когда я читаю Слово Божие. И сегодня я не говорю вам от себя. Здесь нет моего ничего. Мое здесь только мое свидетельство. Что я переживал я. Но все, что я вам говорю. Это здесь, сказал Бог. Это его Слово. Если он сказал, идите и проповедуйте Евангелие. И если он сказал, больных исцеляйте. Если он сказал, больных исцеляйте. Прокаженных очищайте. Reinigt die Aussätzigen. Мертвых воскрешайте. Вегт die Тоти auf. Бесов изгоняйте. Вердь демонен. Даром получили. Даром давайте. Я буду это делать. И если кто-то говорит, зачем ты молишься за больных. Мне сказал Бог. Зачем ты изгоняешь бесов. Мне сказал Бог. Бог hat es мне gesagt. Зачем ты молишься за воскрешение мертвых. Мне сказал Бог. Warum бетешься за воскрешение мертвых. Мне сказал Бог. А все остальное мне все равно. Все andere ist мне egal. И я не буду раздражаться. И я не буду раздражаться. И я не буду стучать по скале Жезла. И я буду кричать. И я буду говорить. И я буду говорить. И Бог будет сильно действовать. Аминь. Аминь. Ты хочешь, чтобы в твоей жизни Бог сильно действовал? Тогда будь готов говорить. Будь готов кричать. Будь готов являть Божью славу. Где бы ты ни был. В своем доме. В твоих соседях. На работе. В городе. Шафхаусу. Аминь. В Швейцарии. Швейц. Швейцария, Швейц. Швейц. Являя себя. Офенбаре дих. Ты призван? Аминь. Ты призван? Аминь. Аминь. Пусть о тебе будут говорить, кто это там ходит. И кричит покайтесь. Что приблизилось к Царству Небесное. И Иоанн ходил. И он просто кричал. И он просто кричал. Покайтесь. Кричал покайтесь. Царство Небесное приблизилось. Аминь. Аллилуйя. Поэтому нам нужно каяться. Если мы что-то не делаем. Если ты еще что-то не делаешь. Если ты еще что-то не делаешь. Многие думают, каяться нужно тогда, когда ты пошел там, убил кого-то, украл что-то. Многие думают, ты можешь бусы сделать, если ты что-то можешь делать. И не делаешь. И ты не делаешь. Это грех. Это судьба. Там так написано. Если ты можешь это делать. И не делаешь. И ты не делаешь. Это грех. Это грех. Поэтому наши церкви. Они полны грешных людей. Нам нужно каяться. Нам нужно убрать этот страх. Идти и делать первый шаг. И проповедовать Евангелие. Молиться за людей. Утверждать Божью волю. Его Царство. Как мы молимся в молитве Отче наш. Да будет воля твоя. Да придет Царствие твое. Мы и те люди. Мы и те люди. Которые должны утвердить Царство Божие. Которые должны явить волю Божью. На той земле. Куда Бог посылает нас. Аминь. Куда Бог посылает нас. И мы сейчас будем с вами молиться. Вы хотите молиться? Мы будем молиться? Аллилуйя. Ну прежде я хочу сказать еще одно слово. Одно место. Это второзаконие 6 глава. Второзаконие 6 глава. Второзаконие 6. Откройте. Второзаконие 6. Шестая глава. С первого стиха. Первый, второй стих. Первый, второй стих. Роберт, прочитай. Und dies ist das Gebot, Бог говорит, ту землю, которую я даю тебе, ты возьмешь, если будешь исполнять мой закон. Научи так всех и своих детей. Он говорит, научи. Делай все так, как я сказал тебе. В той земле, куда тебя Бог пошлет. Я верю, что здесь сидят люди, которых Бог будет посылать, на миссию. Вы будете разъезжаться. По разным странам. Вы будете в тех странах, кто не будет даже знать вашего языка. И ты будешь думать, как я могу там проповедовать. Бог все устроит. Он даст тебе человека. Как Бог дал Аарона Моисею, Моисея не умел говорить. Но Аарон умел говорить. Но Аарон умел говорить. Бог даст тебе человека. Бог даст тебе человека. Только исполни его волю. Отдажды Бог тебя пошлет. И однажды Бог тебя посылает. Куда-то далеко. И там ты будешь. И там ты будешь. Делать все так, как Бог научил тебя. И ты увидишь Божью славу и сильное благословение в своей жизни. И здесь есть люди. И вас Бог сильно благословит. Он хочет, чтобы ты просто поверил. Он хочет, чтобы ты просто поверил. И когда Бог скажет тебе, куда ехать, ты придешь своему пастеру, и скажешь, пастер, я готов. Я готов. Я готов. Я готов. Аминь. Давайте будем молиться. Давайте поднимемся. Лас нас aufstehen. Аллилуйя. Аллилуйя. Кто сегодня хочет сделать в жизни новое, новый шаг, шаг веры, если ты раньше боялся проповедовать, если ты раньше боялся молиться за людей, если ты раньше боялся молиться за исцеление, то выйди вперед. Я хочу молиться за тебя. Выйди вперед. Не бойся. Если ты хочешь иметь силу помазания, выйди вперед. Я хочу молиться за тебя. Аллилуйя. Халилуя. Выходи вперед. Не бойся. Ты не знаешь о себе всей правды. Когда я пришел в церковь, я не мечтал молиться за людей. Я не мечтал быть пастором. Я просто пришел в церковь, чтобы что-то делать. Я был готов мыть пол. Я был готов, что-то чистить, носить. Я был готов исполнить все, что скажет пастор. И я делал это. Я делал все, что скажет пастор. Но я почему-то стал пастором сам. Хотя я этого никогда не хотел. Но просто, видимо, так хотел Бог. Богу нужны люди. Послушные. Его Слово. Писание говорит, что послушание лучше жертвы. Послушание лучше туков овнов. Поэтому Бог хочет от нас послушание. Бог хочет, чтобы мы исполнили Его Слово. И я верю, что здесь вышли люди. И я верю, что здесь вышли люди. И мир и мир будут спасены множество людей. Будут спасены множество людей. Через ваше решение. Через ваше служение. Через ваше служение. Через то, что сегодня вы сделали этот шаг. Дадо, что вы сегодня сделали этот шаг. Множество людей. Viele Menschen. Они услышат вас. Услышат то Слово. Вы слышат то Слово. Которое Бог вложил в ваши сердца. И вы будете проповедовать Евангелие. И люди будут спасаться. И люди будут спасаться. Вы будете говорить им о ваших трудностях. О том, что вы преодолевали. Преодолевайте больше трудностей. Чтобы вы могли показать людям путь. Иисус преодолел Крест Смерть Смерть Сынды Все болезни Чтобы показать нам Путь Превосходнейший Путь Жизни Спасение Здоровье Благословение Аллилуйя Аллилуйя Давайте Прострем наши руки к Богу Руки к Богу Давайте поднимем Не бойтесь Ладонями вверх Поднимите Ваши ладони вверх Чтобы Бог прикоснулся к вам Просто закройте ваши глаза Закройте ваши глаза Жизнь от Бога Сейчас прикосновения Жизнь от Бога В тишине сейчас Духа Святого Богу Господь Я прошу тебя Дух Святой Проговори сейчас Что ты хочешь от нас Ты сказал В своем слове Я искал я человека Бог вот стоят люди Готт, hier stehen Menschen Которые откликнулись на твой призыв Которые сделали первый шаг веры И они хотят Услышать от тебя Твое слово Твое повеление Твой предмет Что скажешь Господь Что нам сделать Для тебя Для твоего царства Для спасения людей Для спасения наших семей Для спасения наших городов Для спасения наших стран Для спасения всех людей Бог мой Говори во имя Иисуса Бог спрятай в нам Я прошу тебя Я прошу тебя Я прошу тебя Я прошу тебя Ваим Иисуса Ваим Иисус Иисус Ваим Иисус Ваим Иисус Услышать от тебя Продолжение следует...